Добрый вечер в Республике 18.00 и в прямом эфире информационный выпуск сегодня в студии Ольга Цхавребова и сейчас коротко о главных событиях дня. Плюс 2. В Южной Осетии зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусом. Долгожданное событие. Детские сады Южной Осетии планируют открыть 1 июля. Уборочная машина. У столичных коммунальщиков появилась техника нового поколения. Плюс 2. Новые случаи заражения коронавирусом в Южной Осетии. Они зафиксированы среди курсантов МВД из Волгограда. В инфекционном отделении сейчас находятся 33 пациента с подтвержденным диагнозом коронавирус, сказала заместитель главы Юго-Осетпотребнадзора Анна Гоглоева. Под наблюдением врачей по республике всего 268 человек. Из них в медицинских учреждениях 178. Тяжелых больных на сегодняшний день в Южной Осетии нет. За весь период в Южной Осетии зафиксировано более 60 случаев заражения коронавирусом. А теперь о ситуации в Северной Осетии. За сутки там выявили 37 новых случаев заражения COVID-19. Общее число инфицированных на утро сегодняшнего дня 3477. 191 человек находится на амбулаторном лечении. 86 проходят лечение в медицинских учреждениях республики. 3142 человека выздоровели. 58 скончались. Всего под медицинским наблюдением на самоизоляции остаются 818 жителей республики. Сняты с медицинского наблюдения самоизоляции 87801 человек. Москва направила в Северную Осетию новую бригаду медиков для борьбы с COVID-19. В составе бригад главные врачи московских больниц, которые одними из первых встали на борьбу с вирусом. Специалисты укомплектованы всем необходимым для начала работы, в том числе средствами индивидуальной защиты. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов провел свое первое онлайн-совещание по вопросам реализации инвестиционной программы на 2020 год. В работе совещания приняли участие глава правительства Эрик Пухаев, руководство Минстроя и подрядчики. Времени на завершение строительных работ осталось мало, однако мы должны сделать все возможное, чтобы инвест-программа на этот год была выполнена в срок. И что самое главное, все работы должны быть выполнены качественно. Конец цитаты это сказал президент. Обращу внимание на важность, на абсолютную важность обращения внимания на тот временной отрезок, который у нас остался. Это очень сильно, в принципе, нас должно подгонять к выполнению тех задач, которые перед нами стоят. Но от этого ни в коем случае не должно страдать качество выполнения работы. На это, пожалуй, заукс. Обратите внимание. Напомним, в среду президент перешел на удаленный режим работы. Анатолий Бибилов будет проводить совещание, общаться с чиновниками в онлайн-режиме из резиденции в поселке Цау. Дистанционная работа президента связана с предстоящей поездкой в Москву и участием в мероприятиях, посвященных юбилею победы в Великой Отечественной войне. Полностью материал смотрите в нашем вечернем эфире. А сейчас к другим темам. В Южной Осетии планируют открыть дошкольные образовательные учреждения. Вопрос сегодня обсуждался на заседании оперативного штаба. Было отмечено, что если эпидемиологическая ситуация в республике не ухудшится, уже 1 июля садики возобновят работу. Председатель правительства Эрик Пухаев поручил городским властям подготовить садики к приему детей, в том числе решить вопрос с питанием. А комитету Юго-Сетпотребнадзора поручено провести совместно с представителями СМИ рейды по торговым объектам. Цель – выявить реализацию просроченных продовольственных товаров. В летний период ежегодно возникают кишечные заболевания у населения. Поэтому возникает необходимость следить за качеством воды, которая поступает в город, проводить ее анализ. Необходимо также выявлять в торговых точках просроченные товары, что в особенности касается молочных продуктов. Продукты завозятся в республику 4 раза в неделю. И председатель правительства Эрик Пухаев заявил, что он не уверен, что все молочные продукты раскупаются в период срока годности. Ну а сейчас к другим темам. Подготовка идет полным ходом. Военные оттачивают свои движения, чтобы 24 июня парад победы в Цхинвале прошел как можно лучше. Напомним, праздничное мероприятие состоится в тот же день, что и в российской столице. Репетиции проходят под командованием начальника Генерального штаба вооруженными силами Южной Осетии Виктора Федорова. Наш корреспондент Стелла Бязрова побывала на репетициях. Впервые в Южной Осетии военный парад в честь Дня Победы пройдет 24 июня. Как и каждый год, так и сейчас мероприятие обещает быть насыщенным. На данный момент проходят репетиции к военному параду на плацу военного городка. Впервые в военном параде примут участие курсанты российских военных вузов. Подготовка к параду в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне идет полным ходом. Отрабатывается слаженность действий личного состава парадных расчетов, знаменных групп и почетного караула, прохождений торжественным маршем и другие элементы парада. Расчеты вооруженных сил сформированы из числа самых подготовленных военнослужащих. В подготовке задействованы парадные расчеты войск Схимвальского гарнизона, подразделения Министерства внутренних дел, МЧС, Министерства юстиции, 4-й гвардейской военной базы, Министерства обороны Российской Федерации. Репетиции проходят под командованием начальника генштаба вооруженными силами Южной Осетии Виктора Федорова. В параде будет участвовать порядка 25 парадных расчетов. В этом году еще участвуют курсанты военных училищ. Нам просто повезло, им тоже повезло, что в таком параде они оказались здесь в это время, в связи с этой пандемией. И мы их всех поставили в строй по предложению президента. Всех организовали, вот сейчас они с нами. Будет, кроме того, участвовать пограничное управление ФСБ России. Тренировки с участием всех парадных расчетов на плацу военного городка будут проходить до 18 июня. Каждый из нас относится с особой ответственностью к подготовке вот этого парада и участия в нем. Некоторые вот там что-то недорабатывают или еще что-то. Но вот я со многими разговариваю, с офицерами, с военнослужащими, контрактниками, срочниками. Все очень ответственные, все прониклись этим чувством, что в этом году надо как никогда показать себя с лучшей стороны. Генеральную репетицию с участием военной техники планируется провести 20 июня на центральной площади Цхимвала. Напомним, традиционное проведение торжеств в День Победы 9 мая было отменено из-за коронавируса. Парад, посвященный юбилею Победы в Великой Отечественной войне в нашей стране, пройдет в один день с военным парадом на Красной площади. Президент Анатолий Бибилов по приглашению президента России Владимира Путина примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 75-й годовщине Победы в Москве. Аппарат Победы в нашей республике будет принимать глава правительства Эрик Пухаев. Стелла Бязарова, Азамат Кудзиев, Зарина Татаева. Информационный выпуск сегодня. В продолжение темы. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подписал сегодня указ о проведении военного парада в ознаменовании 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 года. Министерству обороны республики поручено обеспечить подготовку и проведение военного парада и артиллерийского салюта. Согласно указу президента, 24 июня 2020 года объявлен нерабочим днем с сохранением работникам зарплаты. Ну а сейчас к другим темам. Многие ограничения сняты, однако соблюдать определенные правила все же необходимо. Речь идет о требованиях при посещении республиканского многопрофильного медицинского центра. Вход без масок и бахил запрещен. Пациентов с высокой температурой принимают в отдельном кабинете. Наш корреспондент Агунда Губозова расскажет подробности. Республиканский многопрофильный медицинский центр начал работать в обычном режиме. Ограничения, которые действовали более трех месяцев, сняты. Однако и сейчас есть некоторые правила посещения больницы и поликлиник. Запрещается заходить в медучреждения без масок и бахил. Нет возможности поместить большое количество стационарных больных, так как палаты перепрофилированы под карантинную зону. Если человек просто имеет у него плохое самочувствие, он может ходячий, может передвигаться, он имеет право обратиться в поликлинику. Ему будут, естественно, все процедуры будут проводиться. Рентген, УЗИ, флюра, все у нас работает в штатном режиме. Экстренная помощь, как оказывалось, так и оказывается всем пациентам. Все пациенты экстренные укладываются. Плановых пациентов мы стали укладывать уже последние две недели, но в ограниченном количестве. Единственное ограничение, связанное с посещением больницы, касается пациентов с лихорадкой. Для них в медучреждения обустроили специальную палату, где и проводят необходимое обследование. Для лихорадующих пациентов отдельный вход и отдельный кабинет. Если приходит туда пациент, сам заходит в этот кабинет, это кабинет инфекционных заболеваний, кис, так называемый, куда мы принимаем пациентов, туда же подходит врач, определяется с ним, что делать, чтобы не было смещения пациентов с высокой лихорадкой, с обычными поступающими. Возобновил функционирование и единственный в республике компьютерный томограф. Теперь жители Южной Осетии могут пройти бесплатное обследование, но с одним условием. Диагностику можно получить только лишь по направлению врача. Томограф у нас функционировал все время. Говорили некоторые, что он сломан. Да, он работал в аварийном режиме, но до последнего дня работал. Уже практически прошла неделя, он работает в штатном режиме. Каждый день делается до 10 исследований. Единственное, опять же, вот сейчас томограф заработал. Люди приходят под разными предлогами, сделайте мне, пожалуйста. И просто так приходить делать, никому не делать, естественно. Само собой разуме оценивать. Там есть четкие показания и противопоказания. Есть показания, есть направление лечащего врача. Никаких проблем. По словам директора РММЦ, на сегодняшний день в медучреждении нет пациентов с COVID-19, которым требуется проведение КТ. Однако в случае необходимости высококвалифицированные специалисты в данной области проведут необходимую диагностику. Агунда Губозова, Рауль Кочев, Зарина Таттаева. Информационный выпуск. Сегодня. 20 июня, день памяти жертв геноцида Осетина, объявлено в Южной Осетии днем траура. Указ об этом подписал сегодня президент Анатолий Бибилов. В день траура на всей территории республики, согласно указу, будут приспущены государственные флаги. Учреждениям культуры и нашему телеканалу государственной телерадиокомпании ИР рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и передачи в день траура. Сегодня на заседании оперативного штаба было озвучено, что в этот день запланированы общенациональная минута молчания в 12.00, выступление главы государства Анатолия Бибилова через СМИ, возложение венков и цветов к памятникам жертв геноцида и другие мероприятия. А сейчас к другим темам. Теперь с кемвальским коммунальщикам станет легче работать. У них появилась уборочная машина, которая им давно необходима. Как признаются специалисты, до сегодняшнего дня у коммунальщиков в столице не было техники для очищения проезжей части обочин и тротуаров от песка и мусора. Дворники каждое утро подметали улицы, но справиться с пылью, песком и цементом они были не в состоянии. Теперь эта проблема решена. Репортаж Марианы Чочевой. Радостные события для участников дорожного движения. Для управления благоустройством администрации города закупили уборочную технику нового поколения. Небольшие размеры автомобиля и короткая колесная база обеспечивают превосходную маневренность при очистке дорожных элементов. Легко проникая в труднодоступные зоны, транспортное средство очищает даже сильно загрязненные территории. Вакуумные подметательно-уборочные машины «Джонстон» предназначены в первую очередь для летнего содержания городских дорог с возможностью качественной очистки любых сложных участков, какими являются приладковые зоны. Современная вакуумная подметательно-уборочная машина приобретена за счет средств инвестиционной программы. Это современное оборудование и огромное подспорье для управления благоустройством. Теперь коммунальщикам будет легче выполнять возложенные на них обязательства. Хочу выразить огромную благодарность руководству республики. Это действительно ценный подарок. Впервые за много лет у нас наконец появилась возможность очистить улицы, тротуары и обочине столичных улиц от пыли и песка механическим способом. Испытаниями по уборке, по сбору пыли и на дорогах машина уже прошла с триумфом. Как вы уже заметили. После военных действий в августе 2008 года и после многолетних ремонтных работ по восстановлению города, улицы республики словно гигантский саван покрыл непроходящий слой пыли. До сих пор у коммунальщиков города не было механизма для очистки проезжей части, обочин и тротуаров от песка и мусора. Дворники каждое утро подметают улицы, однако со смесью пыли, песка и цемента они справятся не в силах. В летний период улицы хоть и поливаются спецмашинами, чтобы снизить запыленность и сделать их чище, однако с этой задачей справиться вручную невозможно. Подача воды в зону подметания включается из кабины операторам. Для подбора мусора в труднодоступных местах машина оснащена всасывающим рукавом. Кроме мобильности, пылесос способен собирать любые фрагменты мелкого мусора. Уборочная машина обладает высокой производительностью и функциональностью благодаря быстросъемному навесному оборудованию и прекрасно подходит для работы как на больших проспектах, так и на обычных улицах. После очистки улицы сразу повеяло свежестью. Марьяна Чеочиева, Альдина Чехоева, информационный выпуск сегодня. Столичные власти приступили к замене светильников в Цкинвале. За короткий период освещение было налажено на нескольких центральных улицах. Работы продолжаются и, как отметили в городской администрации, в максимально короткие сроки все улицы города будут освещены. В последнее время на многих столичных улицах не горели лампочки. В темное время суток это создавало проблемы для пешеходов и автомобилистов. В мэрии отметили, что работы по замене светильников на всех столичных улицах проводятся регулярно. На эти цели из городского бюджета выделяются необходимые финансовые средства. Однако из-за закрытия границы с Россией они не смогли завести светильники и вовремя приступить к работам по освещению улиц. Комитет по молодежной политике, спорту и туризму бьет тревогу о приближающейся экологической катастрофе в республике. Члены молодежной организации вместе с волонтерами провели сегодня экологическую акцию. На этот раз убирали лесную территорию площадью в 30 тысяч квадратных метров со стороны южного въезда в город, что у Злудерского кладбища. Наш корреспондент Марьяна Чочиева продолжит тему. Вооружившись метлами и граблями, участники субботника дружно приступили к работе. Желающих навести порядок в черте города нашлось немало. За чистоту общественной территории боролись порядка 30 волонтеров из числа молодежного комитета. Собрано уже 100 мешков мусора на южной окраине города. К стыду горожан убирали сегодня все безделения на возрастные категории и «Младый стар». Акции чистоты в республике проводятся уже не в первый раз. Сегодня нам помогает коллектив плавательного бассейна «Дельфин». Работаем чуть больше часа, у нас уже около 100 мешков. И мы сегодня работу не закончим. Силами комитета по молодежной политике, спорту и туризму в исконно надлежащий вид приводятся особо загрязненные места республики. В основном это территории у святилищ, где некоторые наши нерадивые соотечественники любят проводить свой досуг. Убираем мы с 10 утра, но картина настолько ужасающая, просто у меня, вот честно, нет слов. Я не знаю, как назвать этих людей, которые подобным образом себя ведут, у которых отсутствует напрочь не то, что патриотизм, но патриотизм еще шагать и шагать. Следует отметить, что молодежная организация все делает за собственные средства. На них и транспортные расходы, и расходы на питание, и даже закупка мусорных мешков. Нам понадобится, скорее всего, еще 100 мешков, но сегодня мы уже эту работу не осилим, потому что все устали. Очень жарко, и на самом деле очень много мусора. Ну, реально, картина очень страшная. Я просто еще раз призываю наших жителей, наших граждан не вести себя подобным образом. Это натуральное свинство. Это так ведут себя люди, которые откровенно ненавидят свою родину. Я только так это могу сказать, больше никак. Наступило лето. Открыть сезон купания и выездов на природу. В принципе, событие радостное, но печальными бывают последствия посиделок. И как факт, горы биологических и синтетических отходов, оставленных в местах силы. Утилизация отходов в нашей республике плохо налажена. Подобно развитым странам, у нас нет раздельного сбора и вторичной переработки мусором. В городе одна мусоросвалка, и только сейчас готовится полигон для захоронения бытовых отходов. Дабы избежать экологической катастрофы в ближайшее десятилетие, нужно трепетно охранять нашу родину от любого вида негативного воздействия. Каждый житель должен семь раз подумать, прежде чем один раз выбросить из окна своего автомобиля огрызок еды, окурок или влажную салфетку. За вами потом, добровольцы, убирать не обязаны. Марианна Чочиева, Альдина Чихоева, Заре Марсоева. Информационный выпуск сегодня. А сейчас узнаем прогноз погоды на завтра. В столице республики в Цхинвале днем 28 градусов тепла, ночью 14. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Наша программа подошла к концу. Я, Ольга Схавребова, благодарю вас за внимание и прощаюсь с вами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова